Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами я, Мила Тарасевич. У нас в гостях сегодня Анастасия Владимировна Курилкина, организатор и идейный вдохновитель клуба по организации досуга для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Изумрудный город». Анастасия Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, насколько я знаю, вам совсем недавно исполнилось 6 лет, в октябре месяце, да? Ну, это время, в принципе, подвести итоги работы за 6 лет. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш клуб? Ну, клуб «Изумрудный город» занимается организацией досуг, ну, организацией свободного времени детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ну, у нас клуб инклюзивный, поэтому у нас занимаются обычные детки, ну, преимущественно наша работа направлена на организацию работы с детьми. Чьи способности превосходят возможности. Расскажите, пожалуйста, где вы находитесь и как о вас могут узнать дети, которые хотят прийти к вам? Ну, узнать о нас можно и на сайте Одинцовского центра развития культуры Один ЦРК, и в социальных сетях. В начале учебного года мы активно распространяли рекламу бумажную, то есть и в библиотеках, и просто по городу вешали афиши. Мы работаем с храмами, то есть с позволением как бы настоятелей, в храмах распространялась информация, ну, естественно, сарафанное радио. Находимся мы по адресу маршала Жукова, 36. Расскажите, пожалуйста, о том, кто у вас занимается, да, кто у вас преподает. Насколько я знаю, вы сама являетесь педагогом, и вообще изначально вы педагог-дефектолог, да? Да. Расскажите, пожалуйста, кто еще есть в вашем клубе? Ну, сейчас уже у нас в клубе работают шесть педагогов. Это и педагог по рисованию Татьяна Сергеевна, и замечательная наша Татьяна Николаевна, она по образованию психолог, и она ведется с ребятами, занимается с ними игротерапией, и у них есть еще также студия, называется Круг общения, где они посредством самых разнообразных игр учатся с ребятами налаживать контакт, налаживать взаимодействие. Также у нас есть две замечательные музыкальные студии, в одной преподает Людмила Юльна Нуксунова, она профессиональный педагог по вокалу, она с ребятами и распевается, и они небольшие какие-то музыкальные номера ставят. А также есть студия инструментальной музыки, в ней преподает Мурзаев Колыс Тургунбекович, он профессиональный музыкант, бывшие военные подставки, потрясающий человек, они начинают с флейты, как правило, с кем-то, с гитары, и он уже ориентируясь на ребят, либо с кем-то осваивает нотную грамоту, с кем-то он на слух работает. Я веду занятия, и в этом году нам очень улыбнулось, к нам пришел замечательный педагог по керамике, у нас работала гончарная мастерская. И на данный момент сколько воспитанников? Воспитанников у нас сейчас 54 человека, кто-то посещает абсолютно все студии, мы видим ребят каждый день, кто-то ходит раз в неделю, работаем мы с понедельника по субботу, поэтому каждый может найти себе то, что интересно. Но все-таки основные задачи клуба, они в чем состоят? Все-таки дети с ограниченными возможностями здоровья, необходима большая самоотдача. Что вы теперь с собой ставите? В первую очередь, конечно, мы говорим о организации интересного досуга, поскольку после реформ в сфере образования, многие ребята не знают, куда пойти, просто некуда. Естественно, мы не забываем, никуда не девается коррекционный элемент, никуда не уходит. И именно средствами культуры, средствами студий художественных мы у ребят формируем и чувство ответственности за свою работу, и развиваем фантазию, и формируем чувство локтя относительно друг друга, потому что программа у нас выстроена таким образом, что все студии работают, допустим, над каким-то одним проектом. Вот сейчас это музыкальный спектакль новогодний «Буратино», то есть в художной студии они делают декорации, рисуют, на музыкальных занятиях разучивают музыкальные номера, в том же самом круг общения они небольшие театральные миниатюры делают. И все это направлено для реализации одной большой цели. То есть на самом деле недаром говорят, что дети с ограниченными возможностями здоровья, они очень талантливые. Они талантливые. И когда говорят о том, что ребенок с ограниченными возможностями, забывая слово «здоровье», то это абсолютно неправильно, потому что если, допустим, сравнить меня и Спивакова, я на его уровне тоже буду абсолютно ограничена в плане музыки. У них свое видение, у них свой результат на том уровне, на котором они могут. И если не ждать от них вершин, не претендовать на премию «Оскар», то очень даже у них отличные результаты, и фантазия развивается, и они становятся более уверенными. За эти 6 лет какие отклики вы слышите от родителей? Ну, преимущественно, конечно, родители благодарны. Родители, благодаря тому, что мы верим в наших ребят, в наших воспитанников, и многие родители поверили в своих детей. Поскольку у нас принято говорить, ой, он не сможет, он не справится. Мы стараемся организовать свою работу так, чтобы каждый ребенок, независимо от своего состояния, принял участие в общей коллективной работе, чтобы он понял, что его работа, его участие в этом проекте было важно для всех – для зрителей, и для родителей, и для товарищей. И буквально вчера мы ездили на фестиваль в Голицыно «Добрые люди», и еще раз убедились, что наша работа не зря проводится. Дети у них понимают, что такое концерт, что такое очередность. И говорить, что такое дисциплина, что такое поддержка товарища. Когда есть понимание вообще, что такое концерт. То, что нужно сидеть и слушать, и посмотреть, и подождать своей очереди, и поаплодировать. И где-то даже, если ты устал, тебе не нравится, все равно нужно преодолеть себя и выдержать эту историю. Ну, раз уж мы заговорили про мероприятие, расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, Ваши детки, они очень часто выезжают на различные окружные мероприятия. Вот какие ежегодные мероприятия посещают Ваши дети? Ну, если взять городские мероприятия, то есть стало уже доброй традицией, что наших ребят приглашают на концерт на день города. То есть один-два номера, мы стараемся всегда к этому событию подготовить. Очень мы тесно сотрудничаем с музеем и всегда проводим мастер-классы и для наших ребят, и для школьников. То есть такая вот инклюзивная история получается. Участвуем мы всегда стараемся. Ну, фестиваль «Город добра», естественно, наши ребята участвуют. Который совсем недавно проходил. Стараемся мы всегда участвовать в фестивале, который проводят «Остаться родители детей-инвалидов» в Подмосковье, ОРДИП. Но в этом году нам удалось расширить географию. Мы с ребятами ездили в Ярославль на фестиваль «Виктория», фестиваль творчества молодых инвалидов. Был очень успешный опыт и удачный. И мы там чему-то научились, своим опытом поделились. Участвовали в Москве фестиваль «Шаг вперед», также инклюзивный фестиваль творчества людей с инвалидностью. В этом году у нас был очень интересный опыт участия в ярмарке экологических проектов Министерства экологии Московской области. То есть мы стараемся поучаствовать везде. Как дети? Они вообще с радостью отзываются на участие в фестивалях, конкурсах? Или их все-таки приходится подталкивать? Знаете, когда мы только начинали, конечно, приходилось прикладывать очень много усилий, и чтобы детей убедить в том, что им это нужно, и чтобы родителей убедить, что их детям это надо, интересно, и у них получится. Сейчас уже спустя 6 лет у нас ушел этот элемент, что вот там, надо-то, давайте. Будет такое мероприятие. Участвовать те-то, 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 делаем то-то, то-то. То есть ребята научились, и это реальный результат, который вот я вижу за 6 лет работы. Ну если поговорить о их успехах, есть ли дети, которые, ну как правило, зачастую занимают какие-то призовые места, получают грамоты? У нас очень... Кого можете выделить? Кого могу выделить? Это и Галь Калмыкова, и Кристина Лбова, и Владимир Железнов. Возраст деток какой? Дети у нас где-то, наверное, от 4-х и до 24-х. То есть уже совсем не дети, а молодые люди. И как бы наша задача, вот в чем сложно обычно, и часто бывает в организации мероприятия, чтобы в одном спектакле, допустим, соединить и деток, и взрослых, молодых ребят, чтобы это не выглядело штаны на лямках, потому что все-таки они взрослые, молодые люди. Насколько я знаю, этим летом вы продолжали свою деятельность, и детей вовлекали в какие-то занятия. Вот расскажите, пожалуйста, про летний досуг, как он проходил, и что он в себя включал? Ну, Изумрудный город работает круглый год, то есть у нас нет каникул, и летом мы также работаем. Летом было несколько проектов, над которыми работали ребята. Один из них – это экологический проект, был связан со знакомством с растениями родного края. То есть это были и экскурсии включены, и гербарии мы собирали. И на выходе каждый ребенок получил альбом с гербарием, который он сам же готовил. И есть у нас большая коллективная работа Шибана из засушенных растений. То есть вот такая была история. Именно эта история легла в основу как раз экологического проекта, который мы отправляли на конкурс. Также мы разбирались с раздельным сбором мусора и так далее и тому подобное. Вторая была история «Золотая рыбка» по мотивам сказки Пушкина. Премьера была в музее происходила, там потрясающий интерьер как раз для этой сказки. Но мы его еще эту идею не забросили, мы продолжаем над ней работать. И я думаю, что вот уже в начале 2020 года мы еще раз сказку покажем и родителям, и всем желающим. Вот художественные истории. Мы подготовили, именно летом ребята готовили работы на самые различные конкурсы. И на конкурс «Я рисую Подмосковье», где у нас тоже стали ребята лауреатами. И на конкурсы патриотического рисунка. Также мы ежегодно участвуем в международном конкурсе художественном, куда отправляем свои работы. И помимо всего прочего, как бы педагоги готовили проекты, дети сами. В апреле у нас проходила выставка «Космические фантазии». И это была не просто выставка, это был конкурс. У нас была первая такая попытка сделать московский областной конкурс творчества. И сейчас вот в музее закончилась выставка работ участников конкурса «Волшебники изумрудного города. Сказочная Русь». Я очень надеюсь, что в 2020 году у нас получится официальный статус получить этому конкурсу, статус областного конкурса. Сейчас осенью уже принималось 17 муниципалитетов Московской области участия. Ребята, то есть они рисовали, поделки самые различные. Спасибо огромное музею за то, что они дают свои стены. Ну, то, что они нам поверили. И нам было страшно, и им было страшно, поскольку это такая история, когда на фоне академического искусства выставлять работы с определенным, как бы, не совсем стандартным углом видения. Спасибо им большое. А дети в момент того, когда они выполняют какую-то художественную работу, как много именно вы помогаете? Или полностью они выполняют работу самостоятельно? Объем помощи всегда разный. Все зависит от ребенка, все зависит от того, сколько времени он уже занимается. То есть, когда он только приходит, даже порой приходится индивидуальные занятия проводить, и не к группе его присоединять, поскольку у него глаза квадратные. Прошел период адаптации. Да, а потом постепенно мы его вводим в группу, как бы, к другим ребятам. То есть, здесь очень все индивидуально. Есть с кем вообще мы и год, и два, и три рисуем, и лепим рука в руку. А есть кто-то очень быстро осваивается, и получаются отличные работы самостоятельно. Вы вот сказали про экскурсии. Расскажите, пожалуйста, какую экскурсию вы можете выделить, которая больше всего запомнилась детям? Помните такую? Ну, об этом как-то, не знаю, сложно говорить. Подготовить экскурсию для таких детей – это не так просто. В идеале мы еще и разговариваем с экскурсоводом, чтобы он адаптировал материал, чтобы речь была попроще, чтобы не было, ну, как бы, много лишних терминов. Вот мы с этим столкнулись, когда «Золотую рыбку» репетировали. То есть, мы, наверное, две недели потратили просто на разбор лексики, потому что много каких-то вещей ушло из нашего обихода, и слов много непонятных. Да. То есть, организовать, провести экскурсию, чтобы она дала результат, это, в общем-то, тоже не так просто. Вообще, как часто дети выезжают на экскурсии? Не очень часто это делаем, но у нас такое разделение. То есть, есть Людмила Сергеевна Седлова, руководитель Одинцовского общества инвалидов. Именно вот она занимается организацией, по большей части, всех экскурсионных поездок интересных. Мы больше по местности. Ну, впереди Новый год. Наверняка очень много у вас планов, задумок. Вот расскажите, пожалуйста, как вы готовитесь к этому волшебному празднику? Ну, к Новому году мы начали готовиться еще летом. То есть, именно когда был лагерь, когда дети были не заняты в школе, мы разработали сценарий. Абсолютно у нас не было никаких приоритетов, там, кто будет Мальвиной, кто будет Буратино. То есть, это будет Буратино-сказка. То есть, мы пробовали всех ребят на разные роли, и вот в результате у нас определилась такая театральная труппа. И репетировать мы начали еще с лета. Сейчас уже все это на фазе такой завершения. Уже у нас сводные, большие репетиции. Спектакль состоится 28 декабря в 12 часов в первой библиотеке. Приходите. Ну, у любой организации, у любого клуба есть какие-то приоритетные цели, задачи на будущее и планы. Давайте поговорим об этом. Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшее время? Ну, за 6 лет мы, я считаю, что мы неплохо справились с организацией именно детей. Сейчас нам очень хочется организовать трудовые мастерские для инвалидов, ну, скажем так, 17+, 18+. Мы сотрудничаем с некоторыми индивидуальными предпринимателями города Одинцова. Есть у нас проект создания столярной мастерской, и есть проект создания мастерской по валянию. Но пока вот не можем мы людей собрать, потому что это категория своеобразная, страшная. Это что им не поверят, не смогут, не получится. Ну, мы как бы, я думаю, что все у нас получится в следующем году. Я тоже в этом. И такая история будет запущена. Я тоже в этом уверена. Желаю вам удачи в этом вопросе. Что еще? Что еще в планах? Что еще в планах? Ну, вот в этом году был такой первый у нас опыт, когда мы собрали родителей, творческих родителей. Они могли делать, ну, кто чем увлекается, кто вязал, кто заколки делал, кто еще что-то. И благодаря вот Елене Сергеевне Потанцевой и выставочному комплексу у нас пришла ярмарка вот этих вот поделок, именно родительских и детских. Я думаю, и вот это вот стало таким огонечком, подстегнуло родителей, и они так объединились в дружный коллектив, и у них вот началась работа, они ищут куда бы еще приложить свои силы. Я видела, активно принимали участие и сами дети, и это было безумно интересно. Да, и дети сами. Они гордятся этим, для них это важно. То есть я однажды, у нас есть замечательный мальчик Денис Вакуленко, я однажды видела, как он несет грамоту за рисунок, он получил грамоту за конкурс, там, космические фантазии. Он шел просто, вот он, мне кажется, не дышал, и шел исключительно на носочках, на цыпочках. И то есть вот он с таким трепетом и каким-то благовением к этому отнесся, то мы еще раз убедились, что чувства никто не отменял, и независимо от интеллектуального развития, как бы чувство, душа, она есть у всех ребят, и для них важно, чтобы в них верили, чтобы с ними работали и взаимодействовали на равных. Огромное вам спасибо за ваше благое дело, и мы от себя, от редакции телекомпании Одинцова желаем вам удачи, развития и процветания. Спасибо. Ну а вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. Спасибо. 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 Спасибо.